Всем привет, с вами профессор Гуглов. Популярная игра Minecraft внезапно стала одним из наиболее перспективных инструментов для обучения искусственного интеллекта. Как и почему это произошло и зачем алгоритмам играть в видеоигры, сегодня вместе с вами и разберемся. С помощью таких игр, как Minecraft, искусственный интеллект учится ориентироваться в трехмерном пространстве. А это важный навык для взаимодействия с реальным миром. Игры – это идеальная платформа для обучения, которая существует автономно. Адриан Гайден, исследователь из Xerex, отмечает, что искусственный интеллект хуже любого ребенка. Ему нужно объяснять все с нуля. У людей обычно нет на это ни времени, ни терпения. В видеоиграх такой проблемы не существует. Игровой процесс может повторяться снова и снова, сколько бы попыток не предпринимал игрок. Обычно для подготовки алгоритмов на основе глубокого обучения к реальным условиям им скармливают огромные объемы данных. За счет этого они постигают мир. Самой простой задачей в подготовке алгоритма AlphaGo от DeepMint было загрузить в память системы все записи всех игр, какие только есть. Это действительно просто, так как не требует комплексной работы. А, например, обучить автомобиль вождению такому же принципу не получится, так как даже сбор нужных данных потребует колоссального труда. Известно, что Google потратила миллионы на испытания своих робомобилей. Не все компании могут себе это позволить. Видеоигры – отличный и демократичный способ собрать большое количество данных за сравнительно короткий срок. В Xerox, например, используют игровой движок Unity, чтобы ознакомить нейронную сеть с окружающим миром. Ей предлагают изображения машин, дорог и тротуаров из игр так, чтобы она могла распознать их и в реальности. А искусственный интеллект в этом вопросе довольно легко обмануть. Microsoft тренирует искусственный интеллект с помощью Minecraft. Искусственный интеллект постепенно входит во вкус. Алгоритм от Google уже может играть в игры Atari. Другие искусственный интеллект-системы проходят уровни в Super Mario. Постепенно алгоритмы совершенствуются настолько, что уже могут обучать другие компьютерные программы. Что касается Minecraft, то в нем искусственный интеллект живет своей жизнью и выполняет целый комплекс задач. Оценка ситуации, взаимодействие со средой, расположение блоков, создание предметов и общение с другими программами – это во многом напоминает комплексность реального мира. Исследователи полагают, что на примере игры алгоритм обзаведется базовыми навыками мышления, необходимыми в реальном мире. Но, конечно, переход от игры к реальности будет непростым. Игровые аватары двигаются не так, как люди, а игровые миры рассчитаны на то, чтобы быть простыми и понятными, а не максимально правдоподобными. Кроме того, пространственное восприятие алгоритма и человека совершенно различно. Искусственный интеллект быстрее учится на видеоиграх. Ученым осталось только понять, как искусственный интеллект формирует свое понимание окружающей среды, какую форму он принимает в воображении алгоритма. Вполне вероятно, что эти образы совершенно отличаются от тех, что знакомы людям. Это доказывает целый ряд примеров. Недавнее исследование ScanLab Projects показало, как видят мир беспилотные автомобили с лазерным зрением. Параллельный пейзаж, состоящий из призраков и смутных изображений, такое видение больше похоже на галлюцинацию. Так что есть шанс, что искусственный интеллект научится понимать мир во всем его многообразии. Вот только наши взгляды не совпадут. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!